Ну, отдадим должное, сцены не такие уж и затянутые, видали и похуже Эй, Токисака-сан Тока привела в порядок сбившаяся Юката и села у изголовья Что? Вы помните наш уговор? Сейчас будем съезжать Уговор? А, дело, которое ты мне поручила К слову, про чужеродный для новеллы хентай Единственная адаптация это двухсерийный хентай А, не удивлен На всякий случай переспросил я, хотя вспомнил сразу Значит, помните А между тем, я не все сообщила вам, господин детектив И? Я приподнялся и сел так, чтобы видеть ее лицо Я приемный ребенок Сообщила Тока и замолчала Ты заглядывала в семейный регистр? Она кивнула Я уже рассказывала о навязчивом чувстве, будто нынешняя я не настоящая Поэтому и решила проверить Но не ожидала, что ответ окажется настолько простым и очевидным И она коротко, но презрительно хмыкнула Видимо, у меня уже давно бродили в голове смутные подозрения насчет принадлежности к семье Кучики Скорее всего, кто-то воспользовался послевоенным хаосом, чтобы взять чужого ребенка Кто-нибудь еще об этом знает? Я не сообщил о матери и дяде о том, что заглядывала в регистр Не хочу, чтобы они тревожились понапрасну На данный момент я поделилась своим открытием лишь с вами, Токисо Касан Вот как Но дальше мое расследование не продвинулось Поэтому я вновь обращаюсь к вам, господин детектив Я хочу знать, кто я на самом деле С этими словами Тока низко мне поклонилась Прошлое дело закрыто, а сейчас я свободен И потому возьмусь за твое дело со всем возможным вниманием Тока вскинула голову Правда? Да, обязательно Спасибо, Токисо Касан Ее лицо засветилось радостью В те редкие моменты, когда я вижу ее такой Она выглядит ничуть не старше своего истинного возраста Давай-ка спать Если хотим вернуться домой пораньше, придется отправиться в путь рано утром Да, это точно Кивнула Тока и нырнула ко мне под одеяло Эй, у тебя же есть свой футон Зато вместе намного теплее, правда? Шепнула Тока, положив голову мне на грудь Ну, спокойной ночи, Токисо Касан Вы ведь не сделаете ничего неприлично только потому, что я лежу рядом Хихикнула Тока, закрывая глаза Спокойной ночи, Тока Прошептал ей на ухо и, приобняв одной рукой, закрыл глаза И пока не провалился в сон, чувствовал рядом ее тепло и дыхание Может, я такой пофигист, но вот какая разница, кто реальный родитель? Кому-то очень важно, но мне, честно говоря, тоже кажется фигня Родитель это тот, кто воспитал, а не тот, кто родил Мне кажется, это такая же история, как и, типа, перенос собственных генов Некоторые просто очень сильно на подсознательном уровне к этому привязаны У них нету никакого рационального объяснения Они просто такие Мне хочется, мне надо и т.д. и т.п. Ну, такие, типа, люди-полуживотные Здорово, типси Купаясь в ослепительных лучах утреннего солнца Нет, здесь нету никакого секса Это абсолютно бесхентайная визуальная новелла Только детектив Купаясь в ослепительных лучах утреннего солнца Я изо всех сил потянулся Утро выдалось ясным Я открыл окно и свежий бодрящий ветер прогнал остатки сонливости Это совсем не похоже на утро в Токио Токо, погода чудесная Окликнул я только все еще кутающуюся в одеяло Если не подоробимся, то не успеем вернуться Эй, что-то не так? Токо выглядело неважно Ее кожа сегодня куда бледнее обычного А, Токисака-сан Доброе утро Не утруждая себя ответом, Токо не спеша выбралась из постели Эй, только не делай ничего через силу, ладно? Не переживайте Все будет в порядке Ток вкачнулась и стала заваливаться на бок Осторожно Я едва успел ее подхватить Короче, она еще и припадочная Тебе надо еще отдохнуть Я пощупал ее лоб, но тот оказался не горячее обычного А не Мия? Должно быть, вчера вы переусердствовали, Токисака-сан У нее что, аллергия на член? Что это такое? Не говори глупостей Пойду договорюсь в партии Я скажу, что мы съедим немного позже Я уложил только на футон и выпрямился Со мной все будет в порядке Не слишком ли тяжким испытанием окажется долгая тряска в вагоне поезда? Она уже беременна А, да, классический инстант Прервал я ее протесты и направился в приемную Рекона Мне уже лучше Когда Тока приподнялась, я сказала, что я отошел уже одиннадцатый час Точно? Я внимательно посмотрел ей в лицо Да, цвет кожи и правда с утренней бледностью не сравнить Доставила я вам хлопот Если не поторвемся, придется остаться здесь еще на одну ночь Тока поднялась на ноги, распустила пояс юката и покосилась в мою сторону Все, кажется, зависли Все, игра уже просто такая 5.25 Не то чтобы я была против, но переодевайся, да поскорее Все понятно, она такая, типа, только просто проснулась такая сразу Ну классическая просто Да все женщины так делают Чисто вот их стандартное поведение Хлебом не корми В битком, набитом людьми помещении станции Курасики, я изучаю расписание поездов Лучше всего отправиться на скоростном до Осаке Ты права, так мы доберемся быстрее Я купил два билета и вручил один из них Тока Как самочувствие? Как самочувствие? Не переживайте, гораздо лучше, чем утро Станет хоть чуточку хуже, сразу скажи О, кстати, на пустой желудок мне почти наверняка станет дурно Будешь, Экибен? Примечание, Экибен, завтрак в упаковке, продающийся на вокзалах Смотрите-ка, у них есть очень вкусные сардинеллы Купите себе такой-то, Кисака-сан Не пожалеете Тока потянула меня за руку, указывая на этикетку Экибена Купить себе? А как же ты, Тока? Я по-много не ем Так что будет довольна, если вы таки, Сака-сан Мне немножко оставите Понятно Она просто выживает на Симен Ей, это весь ее рацион Вот как? Почему все женщины так не делают? Только они все ровно такие же Как на подбор Только и думают, что о сексе А вдруг она только делает вид, что здорова Если ее состояние ухудшится, придется сойти с поезда Где бы мы ни оказались В итоге мои опасения не подтвердились И мы благополучно добрались до Токио Оф Облегченно вздохнула Тока Стоило нам сойти с поезда И правда успели в последнюю минуту Поезд, на котором мы только что прибыли на станцию Токио Был на сегодня последним Хорошо, что мы не остались там еще на одну ночь Ты вроде бы говорила, что не против Я ничуть не лукавила И все же обстоятельства не позволяли остаться Но завтра намечено важное дело Дело? О, разве младшая сестра вам не сообщила? Завтра в Академии мы будем готовиться к Пасхе Пасхе? А, понял Вчера была первая полнолуния после весеннего равноденствия Значит, Пасха наступит в это воскресенье Так Художественный клуб тоже должен заниматься подготовкой Но наш наставник замдиректора Саики не может принять участие Так, а что у нас тут появилось? Пасха В это воскресенье, 1 апреля, будет Пасха Письмо от Тока Нежелательно ли вместе со мной посетить музей искусств? Ну да, это Надо это все прокликать на самом деле Давайте Так Так, здесь я все А спечатки западают с теми, что сняты с письма не сезона Юи Идентичные на письме не сезона Юи Из семейного регистра Она узнала, что ее удочерили Божественная комедия приписана по черпиону Некоторые страницы вырваны Ладно, а что вот это такое за символ? Окей, сейчас Сейчас Вообще, если выбирать, кого пикапить, то, на мой взгляд, лучше бариста, чем то как? Так, ты как думаешь? Это вообще как-то без разницы, что то 2D, что это 2D Ну так-то, конечно, повзрослее женщина, наверное, будет лучше Это просто ужасно, слой Так И? Спросил я, хотя уже заранее догадывался, что услышу Я подумала, что у Токисаки-сенсея может найти свободное время И через вашу сестру решила попросить вас об услуге, но... Да, мне она ничего не передавала А Екаре отнюдь не свойственно забывать важные поручения Так что завтра я на вас рассчитываю Лучше Тоджика Мне кажется, что можно просто всех похоронить, если так себя вести А ты не думаешь, что завтра у меня могут быть другие дела? Нет, не думаю Последовал немедленный ответ Потому что ты бездельник Хотя, если вы действительно заняты Или вам от нас одна головная боль Назовите причину отказа, и я сразу отстану Думаешь, теперь я не смогу отказать? Нет, не думаю Так же быстро я ответила Тока с хитрой полуулыбкой на устах Я вернулся, Юкари С возвращением, брат Как обычно, приветствовала меня Юкари Я виноват Надолго отлучился без предупреждения А чуть Твои внезапные отлучки уже стали обыденными, брат И Юкари смирила меня ледяным взглядом Прошлой ночью я позвонил Юкари И говоря с ней Не смог скрыть того факта, что оказался в Курасике вдвоем с Токо Посмотри, я привез тебе сувенир Кусочки интеря с личинкой насекомого внутри Я заметил его на одной станции Где мы во время пересадки дожидались поезда Такие вещицы продавались там запросто К удивлению Токо О, огромное тебе спасибо Ледяной взор Юкари немного оттаял Подарок ей явно пришелся по душе И прости за вчерашнее Только в следующий раз, пожалуйста, будь благоразумнее В этот раз я сумел таки ее задобрить А, да Похоже, завтра я иду в академию Угу, все верно Я ведь говорил о тебе об этом еще на прошлой неделе Тогда почему я не слышал? Видишь, в блокноте никаких записей Я показал Юкари блокнот, который я всегда держу при себе Брат, но разве ты не записываешь в блокнот только то, что связан с твоей работой? Это не так Но, может быть, в этот раз я сам забыл записать А забывчивости, возможно, поспособствовала выпитая саке? Ну, тогда впредь буду внимательнее Забывчивость в серьезных делах вещь непростительна Пожалуй, я пойду спать Спокойной ночи, брат Очень серьезное дело Очень серьезное дело С кружком самодеятельности В школе Поготовиться к Пасхе Ну, просто обосраться важность Вообще прям охереть Конечно, спокойной ночи, Юкари Юкари удалилась к себе в комнату Бережно держа янтарь, заключенной в нем личинкой Почему бы и мне не отправиться в кровать? Два дня, проведенные в поездах, изрядно утомили меня В поездах Последний раз я заходил в академию дней десять назад С тех пор ничего не изменилось Только студенток вокруг заметно поубавилось Конечно, они все их порешали Неудивительно, ведь сейчас весенние каникулы Брат, сюда С Юкари в качестве проводника я пересек спортивную площадку Художественную студию? Будем готовить пасхальные яйца Так, вот для чего понадобилась эта кастрюля Еще дома Юкари всучила мне огромную кастрюлю Разумеется, ведь сначала их надо сварить вкрутую А где сами яйца? Торговец должен был доставить их сегодня утром А, вот они Юкари указала на здание художественной студии Неподалеку от входа стояло несколько деревянных ящиков А теперь, брат, пожалуйста, занеси эти ящики в студию Я распорядилась Юкари Забирай у меня кастрюлю Так, так Значит, вам нужен был грузчик Конечно, ведь это мужская работа Оооо, этот Осуждаю, осуждаю Мужская работа Did you just assume my gender? М-м-м Со смехом подтвердил Юкари В конце концов, все ящики с куриными яйцами оказались в художественной студии Ух ты Неплохо у вас получается Почему-то на одном из стульев, вытянув ноги и откинувшись на спинку, восседала Тоджико Ты же не числишься в художественном клубе Подумаешь, какая важность Айумун вот тоже пришла Айумун? Повнимательнее оглядев помещение студии, я встретился взглядом Сато Айуму Добрый день Ооо, держишься молодцом Сашуля, ты уже всех девочек загубил? Пригубил, вот Более правильно Правильное использование этого глагола Мы не видели с тех пор, как расстались у могилы не сезона Юи Угу, я стараюсь А что провела тебя в художественный клуб? Раньше я приходила сюда вместе с ней А еще подумала, не попробовать ли и мне Айуму провела рукой над разложенным перед ней предлежностями для рисования Ясно Точно, точно, замечательная мысль Тоджико, а ты рисовать не будешь? Я вам не Тоджико И художник из меня никакой И верно У тебя же отсутствует чувство прекрасного Это еще почему? Топнула ногой Тоджико Тоджико, принеси-ка сюда, вон те яйца А, сейчас Юкарин, ты назвала меня Тоджико Тихонько хихикнула Айуму, глядя на праведный гнев Тоджико Похоже, она и в самом деле приободрилась Ого, так вы уже начали? Открылась дверь и вошли обе Токо Токисака-сенсей, вы все-таки пришли? Вот и славно Раз уж дал обещание Раз так, Токо, не пора ли нам поскорее приступить к телу? Ага Смерив меня ледяным взглядом, Мизухара поспешила за Токо За что он меня так ненавидит? Или, неужели Токо рассказала ей о поездке? Сама же Токо ничуть не изменилась, держится как и всегда Такой уж она человек Эй, Юкарин, воду нужно солить? Правильно, даже если яйцо слегка треснет в соленой воде, оно не вытечет Юкарин и Тоджика поставили в кастрюлю на огонь и принялись варить яйца Обе Токо и Айума взялись готовить краски А мне Делать было совершенно нечего Неудивительно, раз моя роль нянька, в которой они не слишком нуждаются Нечем заняться? Сенсей Что за вранье? Оно и в соленой воде вытекает Ну, типа, оно меньше вытекает Это реал дел, так есть Если у тебя большая трещина, оно у тебя вытечет Но если у тебя небольшая трещина, то если у тебя вода пресная, она у тебя такую штуку сделает Типа, пузырящуюся, пенищуюся А в соленой она будет резко меньше Мы они, мы ученые Окликнуло меня Токо Наверное, больше не в силах смотреть, как я маюсь Вообще, если бы я выбирал для себя, выбрал бы Тоджика Была бы первой в списке Она, по крайней мере, веселая, в отличие от всех остальных аморфных барышень Ну, вот, например, посмотри Тоджика веселая, а эта шлюха-наркоманка А мужская фантазия здесь, она же работает не так Вообще никого ничего не интересует Только шлюшанистость, наркоманистость ценится Типикал мэйл фэнтези, ничего не поделаешь Знал бы, что так выйдет, захватил бы с собой книгу Тогда, сенсей, как насчет рисования? И кисточка тока скользнула ворсинками по моей шее Так я как раз таки осуждаю это Я как раз таки, я как раз таки это не одобряю Но вот здесь вот, вот так вот Ворсинками по моей шее Хэй! А я бы выбрал Сата Айуму В жанре детектива у подобных параноидальных личностей куда больше шансов Да, скринь она убийца Я тебе серьезно говорю Просто скринь Просто скринь в каком-нибудь третьем-четвертом акте Окажется, что она убивает и насилует всех Вот таким вот елдаком по кличке Страпанилло Я тебе серьезно говорю Ха, сенсей, так ваше вызваемое место шеи? Хватит Я втянул голову в плечи, стараясь спастись от кисточки тока Токо! Что случилось, тока? По какому поводу крик? Э-это... Сенсей, это не нравится В самом... В самом деле, сенсей? Я же сказал, хватит Сейчас я не прочь подыграть Мизухари Хотя уверен, на самом деле в ее словах нет и тени заботы обо мне Похоже, ее мучает нестерпимая ревность А вот и яйца сварились Юкари и Тоджика принесли завернутые в полотенце яйца Только смотрите, не ешьте их, сенсей Не съем, я ведь не Тоджико Я тоже не съем Учитывая, что яйца старые и скоро отправились бы на помойку Лучше вам их не есть Блин, а они разве не начнут пахнуть быстро? Да я и не собирался Как бы там ни было, девушки разобрали вареные яйца и принялись их раскрашивать А я наблюдал за ними, пока убаюканный весенним ветерком не провалился в сон После хинтая я не могу нормально воспринимать слово яйца в этом произведении Все очень просто Яйца это куриные А яички А яички набухли, конечно Ладно, все Первое, что я увидел, едва открыл глаза, было лицо, склонившееся надо мной Тоджико Ха, кажется, проснулся Я инстинкленно подскочил, и мы с Тоджико стукнулись лбами А, ну и... А, твердолобая Сам такой Что это вы тут затеяли? Все уже разошлись по домам, да и нам пора С неподдельным изумлением уставилась на нас подошедшая Юкари Ай, Юкари, сенсей издевается надо мной Брат, пожалуйста, хватит издеваться над Тоджико Да никто и не думал над ней издеваться Вы оба, хватит называть меня Тоджико Реально буллинг, это просто буллинг Такие друзья такие, ха-ха-ха-ха-ха Ночь тиха О, началось Наконец-то трупачки Я уж не думал, что по ним скучать буду Это криминальная Россия меня испортила Ночь тиха Сюда не доносится ни болтовня Любующихся цветением сакуру прохожих Нигулу, мучающихся по рельсам поездов Самая подходящая обстановка Здесь я могу ни на что не отвлекаясь Полностью сосредоточиться на работе Льющийся в окно лунный свет Ясно очерчивает тело девушки, лежащей на столе Опять 25 Опять расчет Ленинград Ее кожа безупречна Гладкая и прозрачно-белая Ее торс, шея, голова, руки и ноги Притянуты к столу кожаными ремнями Итак, начнем церемонию В первую очередь нужно избавиться от ненужных частей Отчечь то, чего нет у нее С большой буквы N Чем же воспользоваться? Топором, разделочным ножом, пилой? Пила оставит почти идеальный срез Немножко подправить его и все чудесно Но тут один существенный недостаток Это займет много времени Да еще вдобавок Опилки Йоу! Тогда разделочный нож Он хорошо режет плоть Но чтобы справиться с костями Его будет недостаточно В таком случае, как и прежде, воспользуюсь топором Я подошел к ней, вооруженный топором Его вес приятно оттягивает руку Я уже приноровился к нему С рук начать или с ног? Отсечь ли сначала ноги, чтобы она истекла кровью? Или отрезать руки, придав ей вид венеры милосской? Начну с ног Они мешают больше всего И начать именно с них будет правильно Я занес топор и с размаха опустил его на основание правой ноги Удар! Лезвие вошло вплоть с ощутимым сопротивлением Из-под него брызнула алая жидкость Проклятие! Если не приложу куда больше силы, кость мне не перерубить Лежащая передо мной девушка открыла глаза И захлопала ртом прямо как карп, выпрашивающий подачку Мерзость! Надо поскорее придать ей достойный вид Я отсек от ее бедра кусок мяса и сунул ей же в рот Иоу! Так-то лучше Пусть даже жует его не беда Мяса там еще предостаточно Я вновь вернулся к работе Пора уже отделить эту ногу Ничего не поделаешь Придется брать пилу Я поднес зубчатые лезвия к кости Белеющие в разверстые плоти Полотно со скрипом вгрызается в кость Но образующиеся при этом опилки сразу смешиваются с кровью и плотью Вот оно как Раз опилок практически не остается Почему бы отныне и впредь не использовать пилу? Правая нога отделена За ней последует левая Зубья пилы вонзились в плоть Вот только двигать ее очень тяжело При каждом движении плоть цепляясь тянется вслед за пилой Края кожи на срезе получаются рваные Теперь еще и рашпиль понадобится А рана стала уж слишком неаккуратной В итоге я воспользовался разделочным ножом И наконец отделил все конечности Приближается рассвет С улицы доносится чириканье полевых воробьев Девушка больше не издает ни звука Точно В качестве завершающего штриха Я использую глину В прошлый раз я оставил плоть на виду И результат получился чертовски неэстетичным Я покрою поверхность ран белой глиной Своего рода папье-маше Это также поможет мне поработать над ее лицом Сашуля ты проходил или тебе заказывали квесты о Шерлоке Холмсе? Нет Песня десятая Лабиринт убийств Я кстати на самом деле бы с радостью сам побахал Мне нравятся подобные игры Каждую ночь мальчику снится один и тот же сон Сон о том как он отправляется в рай чтобы встретиться с мамой Вот то он идет через лес который лежит по пути к небесам И вот мальчик шел по дороге Когда вдруг почувствовал позади себя чье-то присутствие Он обернулся но ничего не увидел Только мглу в которую погружена окружавшая его со всех сторон Чищоба Устрашившись неведомого мальчик со всех ног бросился бежать Он где-то слышал что от рая до ада рукой подать Мальчик испугался что мог сбиться с дороги И по ошибке забрел в ад От этих мыслей ему стало казаться что тьма за спиной скрывает чудовище И мальчик помчался еще быстрее Он бежал и бежал но тьма не желала отставать Наоборот ему казалось что вокруг становится только темнее Мальчик бежал Продирался сквозь переплетенные ветки Спотыкался о корни деревьев Но отчаянно рвался прочь из чащи И все же тьма быстро настигала его Нога мальчика угодила в яму Он упал и покатился по земле Лодыжку пронзила острая боль Тьма настигла мальчика и подступила к самым глазам Мальчик с криком проснулся Он лежит в темной комнате Только что ему снился жуткий кошмар Но содержание сна уже забылось Мальчик свернулся к клубочкам и закрыл глаза Не отставляло чувства будто преследующее его ужасное лицо Где-то рядом Все началось с обыденной мелочи Во время жарки раскаленное масло выплеснулось И оставило у нее на щеке небольшой ожог Невеликий изъян Жало осы причинило бы больше вреда Шрам на щеке Окей Но ее это словно лишило рассудка Слой за слоем она покрывала лицо пудрой Каждый день размалевывая себя как проститутка Понятно Запах пудры теперь вызывал у мальчика непреодолимое отвращение Это белое лицо, ставшее похожим на яичную скорлупу А ведь прежде она была красавицей Так, глядя на нее, думал мальчик Так же наверняка думали и взрослые мужчины Она была матерью мальчика Отцом же был странный, чудаковатый человек Ни разу у него не возникло желание поговорить с сыном по душам Вот почему мальчик всегда был один Только забившись под одеяло туда, где он никому не был помехой Мальчик мог испытать хоть какое-то облегчение Пришла весна В городском парке уже зацвела сакура Это мое любимое время года Мягкий свет весеннего солнца струится в окно Потягивая утренний кофе, я раскрыл газету Некое африканское государство провозгласило независимость Небольшой пожар в начальной школе в Сатыгая Подобные статьи я лишь бегло проглядывал Внимание привлекла небольшая заметка в разделе местных новостей Куски мяса предположительно человеческого Были обнаружены сразу в нескольких местах Опять расчлененка Так, запись у нас, новая запись Заметка в газете от 29 марта Заглавленная в разных концах города Были обнаружены куски мяса предположительно человеческого Блин, а что это? Тут вот этот символ какой-то странный Ну ладно Опять расчлененка Я вздохнул К сожалению, в заметке никаких подробностей не сообщалось Но изрубить кого-то до состояния кусков мяса Двигало ли преступникам ненависть Или дело в чем-то другом Брат, я буду здесь убираться Может быть, переберешься в другую комнату? Предложила ее Карри, явившаяся с веником в руках Ого Пожалуй, я лучше пойду прогуляюсь Я сложил газету и встал О, если зайдешь в лунный мир, пожалуйста, купи там кофейных зерен Хорошо Тех же, что и всегда? Да, буду очень признательна Покинув дом, я немного побродил без особой цели А затем отправился в лунный мир Перед входом в кафе Хатсуна подметает улицу Привет, Хатсуна-кун А, Токисака-сан Добро пожаловать Хатсуна прервала работу и поклонилась О, а Озуми-сан тоже сегодня пришел Ага, значит мы будем расследовать расширенку Да есть же О, Зуми? Я заглянул внутрь сквозь стекло окна И, разумеется, сразу заметил широкую спину у Озуми, сидящего у стойки Напротив у Озуми по другую сторону стойки стояла Киоко О, значит как Вы зайдете? Робка поинтересовалась Хатсуна Хатсуна-кун Мне бы такой столик, чтобы эти двое меня не заметили Поможешь? А? Да, думаю, если войти не привлекая внимания, все будет в порядке Хатсуна кивнула, но скорее неосознанно По привычке Ну, зачем вам это? Просто хочу немного понаблюдать за людьми в естественной среде обитания Хаааа Что-то много вокруг развелось подозрительных детективов И я почел за лучшее, а не уточнять, кого именно она подразумевает Слегка приоткрыв дверь, мы проскользнули в кафе И стоило Киоко отвернуться, проворно заняли места в глубине зала Кажется, нас не заметили Весело шепнула Хатсуна После недавних мрачных событий видеть Хатсуна такой оживленный добрый знак Мне бы еще чашечку кофе с бисквитом Да-да, сейчас принесу Итак, понаблюдаем за людьми в естественной среде обитания Я устремил взгляд на сидевшего в стойке у Азуми Всегда громогласный, сейчас он подозрительно притих и смирно сидит на маленьком стульчике Таково было первое наблюдение Интересно, долго ли будет свисти Сакура? Да уж, но откуда мне знать? Озуми-кун, а ты ходил любоваться ее цветами? Нет, не нашлось свободного времени Все время занят? О-о-о На редкость бессодержательная беседа Простите, что заставила ждать Хатсуна принесла чашку кофе А, спасибо Почему вы не заговорите с ними? Полюбопытствовала Хатсуна, ставя на стол тарелку с бисквитом Этот парень в Азуми влюблен в Киоку Э-э, вот оно как! Романтики в Азуми как в кирпиче Ну, блин, в смысле Зато он Зато он добрый Ничего не поделаешь Это же Вот как заролилась Обычно он выражается так, что уши вянут Но с ней другое дело Здесь он придерживает язык А-а-а Я обратила внимание, что он часто сюда заходит, но... И как этот парень ведет себя, когда меня нет поблизости? Э-э, ну... А-а-а, Токисака-кун Так ты здесь? Прежде чем Хатсуна успела ответить, меня заметила Киоку Угу, прости, если помешал Рэйди! Н-наде тэмэйго! Рэйди! Какого черта? А-а-а, что ты вдруг вполошился? Т-тэмэй! Ты... Ты... И давно ты явился? Не волнуйся, только пришел Ммм... Ты что-то весь красный Простуду не подхватил? А-а-а А-а-а С тобой все хорошо, Возуми-кун? Я понимаю, много дел, но о здоровье заботиться не забывай Х-х-х-х-х Хорошо! Теперь Возуми покраснел до ушей Ладно, думаю, хватит над ним насмехаться Как дела, Возуми? Как всегда, ничто не меняется Возуми сунул в рот сигарету Только закроешь одно дело, сразу начинается новое Разве это плохо? Или лучше, как я, маяться от безделья? Может, подкинуть тебе работенки? Хм... Нет, пока не нужно Хочу немного отдохнуть Да и одно дело у меня все-таки имеется Поручение только все еще было не выполнено Только обидится, если я и дальше буду работать над ним спустя рукава Да, кстати, как там Кусака? Никак Так больше ни слова и не сказал Понятно Это дело можно считать закрытым Ой, и еще одно Киоко, мне нужны кофейные зерна Те же, что и всегда Да, конечно Подожди минутку Расплатившись за кофейные зерна, я покинул кафе Ну, что, теперь домой Расслабиться и почитать книгу? Но, шагая прочь от станции Китти Дзёди Я заметил знакомое лицо и остановился Мизухара Токо Боредет еле, передвигая ноги и смотрит в землю В руках у нее альбом Должно быть, где-то рисовала? Если честно, выглядела она не очень Выглядит она не очень Ее и в хороший день не назовешь жизнерадостной девушкой Но сейчас... Мизухара-сан? Поддавшись внезапному порыву Я окликнул ее А? Скинув лицо, Токо лишилась дара речи В уголках ее глаз блеснула влага Что-то случилось? Ничего особенного Токо отвела взгляд Пусть так, но... Нельзя просто пройти мимо, когда кто-то из твоих знакомых плачет Я не плачу Упрямо проворчала она Я знаю, ты меня то ли недолюбливаешь, то ли не доверяешь Но... Можем же мы хотя бы поговорить? Токо не пришла Кучки-сан? Кучки-сан? Сердце сразу тревожно забилось Мы столько договорились, что сегодня вместе будем рисовать в академии Но... Она не пришла Тревожный знак Возможно, ей вновь не здоровится Тогда почему бы нам не зайти домой, Кучки-сан? Мизухара-сан, ведь ты беспокоишься за нее? Разумеется, но... Тогда решено Идем же Здесь недалеко Я проявил больше настойчивости, чем хотелось бы Но в ином случае она вряд ли бы согласилась Вот почему я не хотела говорить Но даже ворча про себя в полголоса Токо все же покорно последовала за мной Мы миновали парк, где вовсю цвела Сакура И вышли к дому Токо Это здесь? Токо вовсю вертит головой Должно быть, она тут впервые Краем глаза, приглядывая за ней, я подошел к двери И нажал кнопку звонка Какое-то время я ждал, но к нам так никто и не вышел Никого нет дома Но, может быть, дядя Токо Фумия сейчас в клинике? Мизухара-сан, не подождешь здесь минутку? Да В этот миг дверь открылась А, Сэнсэй И ты Токо Токо? Токо? Не успел я ей слова сказать, как Амизухара уже бросилась к Токо С тобой все хорошо? Ты такая бледная? Сэнсэй Вместе с Токо? Такую парочку не часто увидишь Попробовала все обратить в шутку Токо Я приболела и решила немного поспать Тогда лучше возвращайся в кровать Ну, понятно Куда бы Сашуля ни пришел, везде трупы Да тут просто везде трупы Они просто все, я не знаю Эти студентики самоубиваются все время Я в магаз не могу выйти Там все время кто-то где-то отъезжает Да, прости за сегодняшнее Токо Ведь я обещала прийти Нет, нет Токо, это не твоя вина Я только зашел и уже поехал Так кто из них Токо, оба? Да, да, их оба, обеих зовут Токо Прям вот так вот Это главная, главная наша Главная наша бабень кучки Токо А вот ее подруга Мизухара Токо Так и живем, граф, так и живем Нет, нет, Токо, это не твоя вина Замотала голову Мизухара Тогда отдыхайте, кучки-сан Ого Так я и поступлю, Токисака-сенсей Послушно кивнула Токо Со стороны донеса приближающий стук чихта-гета О, Токо-чан Пора на обследа... О, да это же Токисака-сенсей Привет Я кивнул, приветствуя Фумию Что-то случилось? Нет, просто Мизухара-сан сказала, что хочет навестить кучки-сан А, вот оно что Спасибо за беспокойство Что вы? Увы, мне пора на обследование Токо, позволь-то кисаки-сенсей проводить тебя Токо, береги себя Спасибо, Токо Сказав это, Токо бросила быстрый взгляд в мою сторону и пошла с дядей в клинику Пойдем домой, Мизухара-сан Токо не ответила, но послушно зашагала вслед за мной Ехал Токо через Токо Видит в речке Токо-Токо Сунул в Токо-сенсей в руку И его убило Током Угу Ну вот ты удивишься, насколько это Так сказать Пророческие слова Сунул Сенсей руку в Токо Покинув дом Кучики, я иду к парку Мизухара плетется следом Сенсей Я обернулся на ее оклик Она остановилась чуть по вдоль от меня Что? Это Сенсей Токо Что вы чувствуете по отношению к ней? Смотри, смотри Комментарии человека, которому задали такой вопрос Учитывая, что два раза он уже расстрелил школьницу Один в общественном В общественной бане Раз О которой идет речь А второй раз прямо вот в этом парке Лишил девственности На скамейке Погляди, каков будет ответ В каком смысле? Пожалуйста, не увиливайте Крикнула Токо с неожиданной силой Токо просто лучила счастьем, когда рассказывала о поездке в Курасике Сенсей А ведь вы были там с ней? Только как сопровождающий А это не Обычная отговорка? Да, может и отговорка Но вряд ли я смог бы сказать ей правду Не хочу подвергать испытанию их дружбу Пожалуйста, не отнимайте у меня Токо Она все, что у меня есть Не беспокойся Вы ведь лучшие подруги Если дружба не дала трещину Как я могу встать между вами? Но Токо Последнее время все ее мысли только о вас, сенсей Думаю, ты преувеличиваешь К тому же Это может быть лишь реакцией на встречу с чем-то новым Но Не волнуйся Уверен, Кучики-сан очень дорожит вашей дружбой Она любит Токо гораздо сильнее, чем я И все же Нет, простите, сенсей До свидания Эй Не обращая внимания на мои попытки ее остановить Мизухара развернулась и убежала Эх Наверное, неправильно меня поняла Или Все поняла даже слишком хорошо Как бы я ни отникивался Правда заключается в том, что мы столько были близки Увы, я уже не в том возрасте, чтобы Назвать Это страстью и любовь Или любовью, но А в каком он возрасте Ты Подожди А чем тогда ты руководствовался, когда просто Со школьницей совокуплялся в парке Под открытым небом средь бела дня Это было что? Ну, понятное дело, что не любовь Ему уже далеко за двадцать Да ему двадцать пять Там двадцать семь максимум Ох, уж этот переходный возраст Как же я жалок, если смог выдавить из себя лишь ворчание Достойное старого зануды Я вдруг понял, что уже наступил вечер Итак, куда теперь? Оооо, наконец-то Наконец-то шараханье по Шараханье по хате Так, я думаю, кстати, я буду Уже снова первые эти Нам есть какие-то штуки Которые надо Прям беречь, 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 беречь Думаю, что нет Я думаю, что мы сейчас пойдем Снова по этим файлам Так, куда пойдем? А мне вообще никуда не надо Я просто слоняюсь Есть что-то, что я мог бы сейчас поделать У меня сейчас один квест По сути, это заниматься расследованием того Кем же является Кем же является Токо Может быть, я могу пойти какие-нибудь папки поднять Давно в морге не были В морг я просто Кстати, в морг вообще нормальная тема Там же, может быть, картотеку можно какую-то поднять Или хотя бы выйти на это дело Пошли переспим с судмедэкспертшей Давай Давайте зайдем к нашему братишке Подождите, а наш братишка по итогу-то Ага, наш братишка по итогу живой Академия и кофейня Я думаю, что я хочу в детективное агентство сходить Ну посмотрим, в случае чего загрузимся Если у нас там будет какая-то скукота В клинику не вижу смысла Нас там опять поимеют Я уже Я уже устал Я уже устал Сплошной секс Сколько можно Этим бабам только одно и нужно Пойдем дистанцию Синдзюку Я приехал к Синдзюку В последнее время я все больше сидел дома Так что давненько сюда не заглядывал Совсем позабросил свой офис Получается, я только зря выкидываю деньги на арендную плату Помещение офиса встретило меня чистотой и порядком Но если я не ошибаюсь Когда я уходил отсюда в последний раз Порядком здесь и не пахло Должно быть сюда заходило прибраться Юкари А это что? На столе в приемной стоит подозрительного вида коробка Опа! Картонная Примерно 10 на 10 сантиметров Ее положила сюда Юкари Или кто-то прислал по почте Открыть не открывать Да конечно, это же бомба Давайте открываем Открыть Надо бы проверить, что там внутри Сначала осмотрим снаружи На вид крышка просто надета сверху И ничем не закреплена Нигде не видно ни единой надписи В таком виде коробки по почте не отправляют Хотя, может быть, Юкари уже успела распаковать ее и загнуть внутрь А кажется, внутри бомба Тут уже было бы не так чисто и аккуратно Но поскольку комната сияет чистотой Можно смело предположить, что худшего не случилось Итак, будем считать, что опасности нет И я, отбросив сомнения, открыл коробку До верху набитую улитками Оооо! Это скук, куча еды Что случилось, брат? Что за крик? Изумленно воскрикнула только что вернувшаяся в офис Юкари Эй! Юкари! Что? Что? Что это? А, так ты открыл ее, брат Это ужин, да 100% ужин Она же любит всякая говня В смысле, а улитки вкусные, кстати Я слышал, что они как эти, как меди Я их не ел Но улитки много, кто хавает Юкари облегченно перевела дух В цветочном саду Инари земля просто кишит ими Вот я и насобирала Юкари взяла коробку в руки Если взглянуть повнимательнее То видно, что улитки попрятались В свои раковины и не двигаются Слушай Юкари, ты хочешь Забрать их Домой? Не любых же улиток А чё, какая разница? Как медиа, у которых вкус, как у улиток Just Observer, кажется, в теме Кто ел улиток, плюс чат Ага Хочу сравнить их с теми, что раньше вырастила сама Только умоляю, не давай им разбежаться, когда начнется сезон дождей У меня была улитка Аркадий Она прожила Недолгую, но счастливую жизнь И умерла, поедая Огромный лист салата Так и не доев И не доев его Прям в середине В середине листа салата Его звали Аркадий Так что Саски у нас Саски Аркадьевич Охотина Не, 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 обычная на улице Та самая, которую, знаешь, когда бегаешь В пасмурную погоду Такой бежишь, 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 бежишь Вот этот звук под ногами Это вот минус Аркадий случается Просто кошмар Виноградная стала быть Ну, та была в Петербурге Так что вряд ли виноградная Какой виноград в Петербурге Так, я... Ну, ладно Давайте к патологану Томеси зайдем Я надеюсь, она не будет Нас сразу совокуплять Но она просто взрослый человек Который, типа, связан с сыском Все дела А может быть, я должен сделать Зайти в женскую академию Оба, чтобы поднять папки Снимай портки Да не может быть такого Я просто не верю Я не верю Я приехал в Такадана Баба Сакура зацвела и в этом районе Но только не рядом с клиникой Такаширо Тут что? Какой-то параллельный мир? Мм? На дверях висит записка Что тут? Отлучилось? Похоже, ее здесь нет Зайду в другой ра... Мм? Я заметил внизу листа Приписку мелкими буквами Пиэс Если вы из службы доставки Зайдите с черного хода Это еще что? О-о-о-о Боже, нет О-о-о-о Боже, нет Что за дурацкий способ Прикинуться отсутствующий? Нет Впрочем, если до такой степени Не хочется никого видеть То лучше ее не беспокоить Пойду-ка я поскорее отсюда Блин, ну Здесь, к сожалению Вообще ничего не случилось После ужина Я, как обычно, решил Посидеть за чашечкой кофе И расслабиться Куда он пошел Кейквейт? Да он знал, что его там поимеют После ужина Я, как обычно, решил Посидеть за чашечкой кофе И расслабиться Брат, вода в ванной нагрелась О-о, сейчас иду Юкари, можно тебя на минутку? Да, что? Что за отношения связывают кучики тока и мизухара тока? Груз и проверим другие варианты Че, будем грузиться чат? Или не будем? Вы пока подумайте, а я пока Сейчас быстренько Закок подержусь А то уже столько было всего О, это как обычно Кажется Субтитры сделал DimaTorzok